Эй, камрад, на мне старый советский шлем К-63. Шлем хороший, однако у него всего одна функция – танчить с собой урон. Функция, согласен, уважаемая, я бы сказал, даже самая важная для шлема. Однако, во времена, когда твой чайник может вызвать наряд полиции, а робот-пылесос собирает данные для ЦРУ, шлем тоже не должен отставать от прогресса. Поэтому современная бронешляпа – это не только средство защиты, но еще и многофункциональная платформа, на которую можно размещать дополнительное оборудование, такое как приборы ночного видения, активные наушники и много чего еще. И все это делает шлем не только невероятно удобным, но еще и помогает решать бойцу даже самые сложные задачи. А ты можешь разместить лайк под видео, потому что сейчас мы разберем навесное оборудование для шлема. К бою! Мне нужна каска, чтобы ее обвешивать, так что возьму вот эту. Это шлем «Викинг» от компании «Бронеэлементы Сомова». Аналогов этой шапки у китайцев ты не найдешь. Такое делают только в России и в Америке. По классу защиты здесь BR-1 и S2, то есть, по сути, полная защита от осколков, как и положено шлему. Разумеется, у шлема есть официальный сертификат соответствия и протокол отстрела. Все это посмотреть ты можешь по ссылке в описании под роликом. И хоть этот ролик про бесы, ты должен понимать, что без шлема они просто не имеют смысла. Точнее, как. Имеют, конечно, но каска все равно важнее. Именно шлем дает основную защиту для головы, а дополнительные модули — это всего лишь незначительные бафы на удобство. Теперь к делу. Старая каска — это про защиту головы. Современные же — про защиту головы и гаджеты. Однако, их ведь нужно куда-то ставить? Правильно? Правильно. Смотри, по факту есть всего три интерфейса, через которые ты можешь осуществлять свой апгрейд. Это что за тюнинг такой? Это PNV. Первое — это шрауд. Он сидит у тебя во лбу и нужен в первую очередь для того, чтобы липануть сюда PNV. Ну, или экшн-камеру. Тут уж кому что важнее. Далее — рельсы. Также дефолтная приблуда. Идут по обоим сторонам башки, и если говорить максимально простым языком, то это рис-планка от мира шлемов. Практически все навесное снаряжение будет предполагать именно крепление на рельсу. И последний интерфейс — Velcro. С ним, я думаю, ты знаком достаточно хорошо. И еще бы, это просто липучка. Она может быть приклеена хоть по всей площади шлема, и лупасть на нее сверху ты можешь тоже все что угодно. Кстати, есть еще вот такие бебры. Это, по сути, доп-модули крепления. Однако, пользуются ими 0,1% людей. Да и крепеж на них предполагает изначально все равно наличие рельсы. Так что отдельно их рассматривать не будем. Рельсы и дар частично шрауд сделаны из полимера. И тут может возникнуть логичный вопрос. А как быть в случае их поломки? Если покупал шлем не у бомжа в подземном переходе, то их может заменить производитель. Или ты можешь купить их сам. Также подобный вариант подходит тем, у кого на шлеме этих самых рельс и шраудов нет. Но очень хочется, чтобы они были. Вот, к примеру, шрауд от компании Leaf, который продается отдельно от шлема. И является копией аналогичного от компании Gentex. Сам по себе шрауд абсолютно универсален. И подходит для крепления любых маунтов. Вот, к примеру, у меня есть оригинальный Rino-маунт. И просто берем и ставим в него его. Ну, ставим маунт в маунт. В шрауд ставим маунт. Рог ставим в маунт. Как-нибудь ставим. В общем, и потом используем, соответственно. Все сидит надежно и плотно, как и должно сидеть. И на моем шлеме от Сомова, кстати, стоит тоже аналогичный этому маунт, который, вот мне кажется, самым удачным решением из всего, что я ощупал. А вот рельсы. Их две. Чтобы стояли с двух сторон шлема. Главное, что стоит учитывать при покупке рельс, это то, что они сделаны под формат определенного шлема. Допустим, вот это выполнено под фаст. И под какой-то другой шлем они могут правильно не встать. Однозначно это стоит иметь в виду. С типами креплений все. Спасибо производителям, они решают эту проблему за нас. Большинство шлемов имеют одинаковую архитектуру, а следовательно и обвесы, за редким исключением, на них тоже подходят одинаковые. А вот то, какие обвесы тебе поставить, задачка уже посложнее. Поэтому начнем с того, что тебе правда будет полезно. Активные наушники. Они защищают твой слух. Чтобы не оглохнуть раньше времени, носи их везде, где стреляют. Для стрельбища подойдут в целом любые. А вот для военных действий лучше иметь радиофикацию. Проще говоря, твоя рация подключается к наушникам, а на них есть микрофон. И тебе не нужно постоянно сжать рацию к уху и переживать, что в нее кто-то заорет. Если шлем тебе позволяет, то наушники можно просто одеть под него. Поверь, не со всеми шлемами это прокатит, так что имей в виду. Мой викинг является примером полуухого шлема, который и локаторы твои прикрывает, и наушники позволяет носить. Площадь защиты у него больше, чем у стандартного Мич 2000 и его аналогов, которыми сейчас завален рынок. Да, если ты не знал, все эти ушастые шлемы это просто реплики Мича, и площадь защиты у них меньше. И главный минус таких шлемов, что в лучшем случае активные наушники можно одеть под шлем, и то в том случае, если они туда залезут. А вот всякие модные внешние крепления уже вообще под них не подойдут. А вот безухие шлема как раз таки позволяют ставить внешние крепления, чтобы активки были всегда на шлеме. Мой шлем как бы полуухие, и здесь есть уши, но тем не менее его главная фишка в том, что его можно носить как с наушниками под шлемом, так и использовать всякие разные крепления для активных наушников, и они с ним будут работать. Я советую именно такие чебурахи. Они намного надежнее стандартных боковых дуб, которые делаются в Китае из говна и палок, ломая в самый неподходящий момент. Чебурахи, впрочем, тоже ломаются, но куда реже. Крепеж наушников ставится на рельсу, просто протаскиваются в них и сами фиксируются. И здесь таки рельс показывает себя во всей красе. Это очень простой тип крепления, для которого не нужно каких-то дополнительных крепежей. Ты просто протащил, защелка защелкнулась, и все, наушники полностью готовы к работе. И даже провод можно вот закрепить на липучку, чтобы он не болтался где попало. Кроме того, что эти крепления сами по себе очень плотно и удобно поджимают сам наушник к уху, и он не будет никуда отходить, они еще обладают дополнительными фишками. Сам наушник можно убрать от уха, если он вдруг тебе не нужен, и даже завернуть его на купол шлема, для того, чтобы он вообще не мешал, и в таком состоянии носить. А когда наушник, собственно, надо одевать, вы просто перещелкиваете его и быстренько одеваете. Ну и, собственно, сам шлем совмещает как защиту уха своей скорлупкой, так и возможность использовать активные наушники на подобных креплениях. Это очень здорово. Чехол. В зависимости от того, в каком биоме ты собираешься воевать, тебе понадобится разный камуфляж для маскировки. Если это осенний лес, подойдет мультикам. Если это зима, нужен будет белый камуфляж. И, соответственно, перекрашивать шлем в зависимости от времен года не слишком-то удобно и банально тупо. Поэтому тебе пригодится вот такая тряпочка. Это чехол для шлема. Я использую чехол от проекта Лив, ты можешь использовать какой угодно. Чехол позволяет быстро твоему шлему преобразиться в нужный камуфляж и при этом добавляет велкро, если его нет на самом куполе. Натягивать чехол на шлем я советую с передней части, а если быть точнее, со шрауда. Сам чехол в моем случае крепится на велкро изнутри, то есть эти велкро соотносятся с этими велкро. И для того, чтобы все нормально натянулось и ровно встало, первым делом мы выделяем шрауд. Он стоит ровно по центру, а, соответственно, с ним никаких проблем у нас не должно быть. Само по себе натянуть чехол достаточно легко. Главное понимать, что чехол точно налезет на твой шлем. Просто нужно делать это внимательно. То с одной стороны подтянуть, то с другой, так, чтобы все садилось ровно. Недостаточно натянул? Отлепил велкро, подтянул еще немножко. Благо ткань позволяет. Если есть складки, значит где-то не дотянул. Подтягиваешь, разглаживаешь и растягиваешь так, чтобы все садилось идеально ровно. Ну вот и все. Нацепить чехол на шлем легко и просто. И давай по-честному, никто никогда не будет перекрашивать шлем каждые несколько месяцев. А вот иметь себе 4 или 5 чехлов под разные времена года и под разные, собственно говоря, биомы, это не такая большая проблема. А вот маскировка у тебя будет на высоком уровне. И вот это достаточно важно. Чехол, конечно, на шлеме всегда смотрится красиво, но здесь как с айфоном. Без чехла оно лучше и красивее, но менее практично. ПНВ. Прибор ночного видения. Он устанавливается на маунт, а маунт устанавливается на шраунд. Поздравляю, теперь ты видишь в темноте. В зоне военных действий ПНВ наряду с активными наушниками это самые важные и нужные гаджеты для твоего шлема. Все, что будет дальше, супер вариативно. А вот эти два пункта для многих тупо обязательно. Есть только один нюанс. ПНВ эта штука достаточно дорогая, и у меня его нету. Но есть кое-что получше. Картинка ПНВ. И вот зачастую можно увидеть людей, у которых на шлеме установлен маунт, но ПНВ они на шлеме никогда не используют. Это очень странно. По факту, если у тебя есть ПНВ, то маунт ставить на шлем удобно. Ты как бы снял ПНВшку, сунул ее в подсумок, чтобы она не болталась, не мешалась, не оббивала углы, и ходишь с маунтом. Когда нужно, на маунт поставил ПНВшку и в бой. А вот люди, которые просто ходят с этим рогом, для меня настоящая загадка. Поэтому, несмотря на то, что сейчас мы его для демонстрации поставили, я его сниму. Просто по той причине, что без ПНВ он бесполезен и только добавляет лишний вес шлему. Не нужно так делать. И еще, что бы ты ни повесил на шрауд, не забывай о весе. Липануть кирпич на лоб идея, конечно, достойная. Но ты же начнешь носом клевать, перевесит. И для того, чтобы такого не было, придуман вот этот магический мешочек на свая. Это подсумок под противовес. В него ты можешь положить шишки, чтобы не клевать носом с кирпичом на шрауде. Грузик этот подбирается отдельно и специально в нужном весе. Также в этот подсумок можно убрать всякие элементы питания для приблуд, которые на шлем навешаешь. Устанавливаются такие подсумки просто на велкро. Если велкро есть, соответственно, на самом шлеме. Ляпаешь его и готово. Все прекрасно. Ну что, ПНВ нацепил, груз нацепил. Главное, чтобы не Каспийский. И все, считай, можно в бой. Ну вот понять, смотря через прибор ночного видения, кто свой, а кто враг, сложно. А словить маслину от своего вдвойне залупа. И чтобы такое случалось реже, придумали разные маркеры свой и чужой. Можно использовать, конечно, вот такие маленькие велкро отражайки. Однако, как по мне, это совсем первобытно и не круто. Так что этот вариант не для нас. Ляпаем этого слизня на башню, и он будет мигать века спектре. Ну или в видимом, сообщая братишкам, что ты свой. Главное, этих самых братишек предупредить, как ты мигать собрался. А то у неприятеля тоже могут быть маяки. Жизненно важной необходимости в этой приплуде нет. Но штука прикольная. С маслиной в спину вроде порешали. А что делать, чтобы не поймать чпалах лицом? Все просто. Защити и его. Я для этой цели пристегнул на шлем вот такой визор. Но это только для фото. Честно. Конкретно мой, чистая игрушка для красоты. Хоть и разрабатывали его не для этого. И класс защиты у него, конечно же, есть. Осколки с дробью выдержать такой лобаж способен. Но в плане эксплуатации он меня передушил. Так что заверяю ответственно. Если можно очки, бери очки. Бонусы от визора ощутимы в таком коротком списке сценариев, что ну его нахрен. Между твоим лицом и ним получается огромная щель, под которую и пыль, и говно, и осколки могут запросто залететь. А следовательно, защита тут чисто символическая. И то, если повезет. А еще на шлем можно повесить фонарь. И он будет светить вперед. Все. Этот фонарь, братан, он как бы всегда полезен. А на каске он светит туда, куда смотришь ты. Что реально удобно. Плюс он ничего не весит. А значит и мешать не будет. Ставится такой фонарик просто на рельсу. И сам же на ней фиксируется. Что весьма удобно. Его можно как быстро поставить, так и быстро снять. Продвинул по рельсе. Все. Он зафиксировался. Здесь есть гибкая штанга, которая, впрочем, как гибкая. Она как будто бы подпружинена и отыгрывает назад. Поэтому нормально завернуть его сильно не получается. Это, конечно же, минус. А светит он нормально RGB. Зацени. Красный. Зеленый, пожалуйста. Зеленый. ИК-спектр. Ну и, разумеется, есть просто обычное освещение. Если нужно там прочитать что-то. Вариации подобных фонарей на шлем существует великое множество. Поэтому ты можешь выбрать тот, который удобен тебе. Мне понравился этот. Поэтому использую его. Ты используй тот, который нравится больше именно тебе. Тебе же светить им надо будет. А из нерешенных мною загадок человечества на шлем стоит повесить камеру. Дело в том, что камера на шлеме это, по сути, видеорегистратор. Ты наверняка видел, как американские, да и наши копы ходят с нагрудными камерами, которые в нашем случае называются дозор, а у американцев каким-то хитрым названием, которое я не помню. Эта камера записывает всю их деятельность, чтобы потом можно было это отсмотреть. Так вот, с камерой на шлеме можно делать точно так же. На тренировках, в бою можно записать материал, который потом ты сможешь проанализировать. И, в принципе, на шлем есть несколько решений по укреплению крутых камер. Но они все у американцев. Камеры эти стоят дорого, однако снимают даже в ЭК-спектре. А вот если мы берем простую экшн-камеру, то крепить ее на шлем особо непонятно как. Да, можно придумать собственные крепления, однако очевидных креплений не существует. Из доступных есть только страйкбольная вариация крепления камеры на шраут. Но в таком случае ты не можешь поставить ПНВ, и такой вариант не слишком удобен. Поэтому, на мой взгляд, надо как-то колхозить крепление на рельсу, чтобы камера стояла сбоку. Да, это не будет суперкрасивый ракурс, однако и камеру на шлем ты ставишь не для красоты, а для того, чтобы она приносила реальную пользу. Поэтому, либо гугли всякие 3D-модели по установке на шлем, они существуют даже для этой камеры, чтобы как раз-таки встать на рельсы, либо, не знаю, лепи на камеру велкро и крепи ее сверху. Именно по такой схеме крепятся американские камеры на шлем, просто на велкро. До этого момента мы говорили только про внешние элементы тюнинга. Однако, то, что отвечает за твое удобство при ношении, это подвесная система. В этом шлеме она невероятно удобная. Здесь есть крутилка для регулировки по, собственно говоря, объему твоей головы, и есть специальный нейппад, который я докупал отдельно, который идеально становится в затылок, и шлем сидит на тебе еще лучше. И в этом плане огромное спасибо бронеэлементам Сомова, которые додумались сделать нормальную подвесную систему, которая будет максимально удобна для ношения. Однако, далеко не во всех шлемах подвесная настолько же хороша. И в случае, если у тебя не такая подвесная, или она тебе банально неудобна, или, не дай бог, сломалась, порвалась, оторвалась, разбилась, и вот если такая проблема появилась, то можно просто-таки купить эту самую подвесную систему отдельно. Здесь ориентируйся на то, что можно, конечно, заказать с Алиэкспресса, и это будет даже работать. Там же, в общем-то, можно заказать и рельсы, и шраут, однако, учитывая, что все это страйкбольное барахло, и для реальных боевых действий не очень подходит. Так что, если ты на полном серьезе собрался менять подвесную, то советую использовать тех производителей, которые позиционируют себя именно как снаряжение для боевых действий, а не для шараплюя. А еще есть один элемент тюнинга, про который я тебе ничего не рассказал. Это активная защита для шлема, с помощью которой ты можешь буквально отражать снаряды. И это патчики от корпуса вышивания. Да, они выглядят как просто крутые патчи на Велкро, но с ними степень твоей защиты повышается в разы. Шлем буквально может отражать снаряды танка, и чем больше патчей повешено на шлем, тем лучше. Корпус вышивания — это компания-производитель милитари-атрибутики, которая помимо крутейших патчей производит много всего интересного. Поясные сумки, оружейные ремни и многое другое. Например, кепки, шапки, бафы, кофты, куртки. Я на постоянной основе использую поясную сумку от корпуса и невероятно доволен. А помимо этого у меня висит их крутейший брелок для ключей от машины. И с таким брелком ключи не потеряются даже в лесу. Чтобы ты мог также хорошо защитить свой шлем от мин и снарядов, я оставлю тебе ссылочку на корпус вышивания в закрепленном комментарии под видео. В итоге у меня получилась вот такая сборка шлема. И здесь стоит ответить на самый важный вопрос — а нужно ли это все? И скажу честно, нет, это все не нужно. Весь тюнинг шлема подбирается конкретно под задачи. Вот нужен тебе ПНВ, ставишь себе прибор ночного видения. Не нужен — не носи его на шлеме, не увеличивай себе вес. Нужен визор — зачем-то понадобился тебе, ну фотки красивые хочешь сделать. Поставь этот визор, не нужен — снимай. То же самое даже с ИК-маяком и под сумком под противовес. Если в нем нет сейчас необходимости, не нужно его носить. Да, это какие-то дополнительные 100 грамм веса, но честно говоря, я на своей голове и 10 грамм лишнего веса носить не хочу. Данную сборку, по большому счету, я собрал чисто для демонстрации, чтобы ты посмотрел, во что можно превратить свою каску, если очень захотеть. Естественно, все модификации можно менять на аналогичные другие. Тех же визоров существует великая множество, как и ИК-маяков, как и противовесов, так и фонарей, чехлов и всего остального прочего. Поэтому используй не конкретно, допустим, такие же, даже если они тебе понравились, а изучи рынок и посмотри, что там есть, потому что это далеко не лучшие варианты. По крайней мере, если говорить про визор, про ИК-маяк, который просто является репликой манты китайской, или под сумка под противовес, который я взял просто потому, что мог его взять здесь сейчас. Из того, что я правда использую и то, что я оставлю на этом шлеме в любом случае, это чехол от проекта Leaf, который мне невероятно нравится. Китайский фонарик от Vue Sport, потому что он отлично работает и не боится воды. Наушники от бронеэлементов Сомова, потому что у них отличные крепления и достаточно хороший звук, который меня устраивает. Ну и сам шлем Викинг, который мне нравится, и это, пожалуй, лучший шлем, который я носил. А также подвесная, которую я пока не собираюсь менять, потому что это мой любимый тип подвесной. Вот есть люди, которым больше нравится Team Wendy подвесная, мне больше нравится подвесная а-ля Gentex, как стоит здесь, поэтому ее и буду использовать. И на этом все, братишка, до связи. Ай! Субтитры создавал DimaTorzok